С вами Николай Пивненко. В проекте ДАТА сегодня 2 сентября. День Российской Гвардии. Еще в начале царствования Петра I из Преображенского и Семеновского полков появился ее прообраз. В 1918 году она была распущена, а вновь создана в годы Великой Отечественной войны. Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получают наименование гвардейских. Потом это звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских вооруженных сил, особо отличившимся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав гвардейское звание и специальный нагрудный знак. Также сегодня отмечается день патрульно-постовой службы полиции МВД России. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1926 год. В этот мир приходит всеми любимый Евгений Леонов, советский и российский актер, театр и кино, народный артист СССР. Говорят, что как-то в канун Нового года по телевидению после показа фильма Эльдара Рязанова о бедном гусаре «Замолвите слово» начали приходить письма. А через две недели после премьеры сам Евгений Павлович получил письмо из Ленинграда. Доложите своему начальству, как это можно было под Новый год испортить застолье всему советскому народу, направив ружье на нашего любимого актера. Подпись «Пенсионер» Иванов. Вот она, народная любовь. 1930 год. День рождения Андрея Петрова, советского композитора. Он написал оперу Петр Первый, вокально-хореографическую симфонию Пушкин, оперу «Феерию Маяковский начинаются», балеты «Берег надежды», сотворение мира «Мастер и Маргарита». Его произведения исполняли выдающиеся дирижеры. Но для нас музыка Петрова – это веселые печальные мелодии служебного романа «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве» и многих других. В 1935 году родился Валентин Гафт, советский российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель, народный артист РСФСР. Фильмы «Чародеи», «О бедном гусаре», «Замолвите слово», «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Небеса обетованные». Еще один популярный актер Александр Филипенко также родился 2 сентября в 1944 году, народный артист России. А в 1953 году прошлого века появилась на свет актриса Елена Проклова. В 1963 году родился Станислав Черчесов, футбольный вратарь и тренер, в том числе главный тренер сборной России. Ну а в 1964 году в этот мир приходит американский киноактер Киану Ривз. Дракула, Скорость, Джонни Мнемоник, Адвокат Дьявола, Маленький Будда, Матрица. Он родился в Беруте. Кстати, назвали Ривза в честь какого-то «Продядюшки». И в переводе с гавайского его имя звучит как «Свежий ветер над горами». О некоторых событиях. 490 год до н.э. древнегреческий воин Фиттипит прибегает от местечка марафон в Афине с вестью о победе греков над персами. Вбежав на главную площадь Афин, посланец произносит «Ликуйте, мы победили» и замертво рушится на землю. Когда в 1896-м, там же пройдут первые современные Олимпийские игры, в его честь будет устроен забег между марафоном и Афинами. С тех пор марафон станет классической дистанцией 42 км 195 метров. И соревнования по марафонскому бегу – это один из самых популярных видов легкой атлетики. 911 год. Князь Олег после успешного похода на Константинополь заключает договор с Византией. Этот договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказание за уголовные преступления, совершенные греческими и русскими купцами Византии, правила ведения судебного процесса и наследования. И, конечно же, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков, просто изменил береговое право. Отныне вместо захвата, выброшенного на берег судна, его имущество владельцы берега обязывались оказывать помощь в их спасении. 1818 год. Фактически зарождение госзнака. После Отечественной войны 1812-го в страну наводнили фальшивые ассигнации. Из-за этого за рубль ассигнациями давали всего 20 копеек золотом, что буквально било по экономике России. Решено было ситуацию исправить. В этот день император Александр I издает указ о создании особого заведения по изготовлению бумажных денег. Для производства государственной бумаги шла отборная макулатура, высшие сорта пеньки и тряпья. Госзнак работает до сих пор. 1834 год. Сэмуэль Кольт патентует револьвер. Изобретателю всего 20 лет. Его фамилия переходит на изобретенное оружие и становится известной всему воюющему миру. Оружие хорошо оплачивается и Кольт буквально богатеет. Человечеству всегда нужно много оружия, чтобы нападать, обороняться и просто так, на всякий случай, чтобы всегда было под рукой. В Америке, как известно, рождается неплохой афоризм. Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэмуэль Кольт сделал их равными. 1940 год. Вводится знак отличия для маршалов Советского Союза. Маршальская звезда. Пятиконечная, золотая, между гранями которой располагаются пять бриллиантов общим весом 3,06 карата. А в середине платиновая звезда с центральным бриллиантом 2,62 карата. И 25 бриллиантов в лучах общим весом 1,25 карата. 1962 год. На деньги Пентагона была создана цифровая сеть ARPANET, соединившая между собой компьютерные узлы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Стэнфордского исследовательского центра, университета штата Юта и университета штата Калифорния в Санта-Барбаре. Это фактически первый шаг к управлению вооруженными силами США в режиме реального времени. Ну а многие считают, что с тех пор 2 сентября смело можно считать днем рождения интернета. 1991 год. Открывается пятый, внеочередной съезд народных депутатов СССР. Его решения практически прекратят существование союзного парламента. Объявят некий переходный период для формирования новой системы государственных отношений. Съезд фактически инициирует распад СССР, объявив о признании независимости прибалтийских республик Латвии, Литвы и Эстонии. Прочие республики СССР после путча дружно объявят о собственной государственной независимости и приступят к укреплению своих суверенных границ. Ну и еще об одном событии подробно. В историю он вошел под названием Великого Лондонского. Речь о пожаре 1666 года. Видимо, три шестерки не случайно. Пожар возник, как говорили от непотухшего огня в печи булочника Джона Фаринора, чья пекарня находилась в центре города. Тогда английская столица представляла собой скучный город с узкими улочками, в котором пожары были довольно частым явлением. В тот памятный, к сожалению, день пламя быстро, объяв соседние деревянные дома, перекинулось на свалку в Паддинг-лейн, а оттуда стало распространяться во все стороны. Дым был таким густым и огромным, что в полдень заслонял с собой солнце. К вечеру третьего дня пожар был почти ликвидирован. Король велел разрушать здания на пути огня. Но город тлел еще несколько недель. Великий лондонский пожар уничтожил 400 улиц и свыше 13 тысяч домов, или четыре пятых города. Примечательно, что погибли при этом только 8 человек, по официальным данным, как сказали бы сегодня, которые просто не успели спастись бегством. Уцелел, кстати, и Джон Фарренор с семьей. Вот такая она судьба. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.